борщевик это многолетнее травянистое растение с крупными листьями. Ботаники относят его к семейству зонтичных по форме соцветий. Изначально это растение имело четко очерченные ареалы произрастания и не распространялось за его пределы. Именно вмешательство человека кардинально изменило ситуацию. Борщевик был завезен в Северную Америку из Европы в середине 19 века в надежде на создание новых и красивых питейных культур. Впоследствии к нему стали относиться как к многолетнему полезному растению. Годы спустя, когда во многих странах культивация борщевика набрала свои обороты, стало понятно, что минусов у борщевика сосновского в качестве кормовой культуры несравнимо больше. Оказалось, что растение дичает, неконтролируемо распространяется в соседние к системе и их уничтожает, отвоевывая себе место. Молоко дойных коров, которых кормили борщевиком, приобретало неприятный привкус, а потомство домашних животных и скота получало генные мутации. Его пытались в средней полосе России интродуцировать, это называется, то есть высаживать. И через какое-то время вот те растения, которые выращивались искусственно, они стали дичать и бесконтрольно размножаться, проникая в естественные экосистемы. Такие виды называются инвазионными, но это чужеродные виды, которые способны бесконтрольно размножаться на новых территориях. И со временем борщевик, в общем-то, стал большой проблемой. В первую очередь борщевик оказывает негативное воздействие на сельское хозяйство. Если вдруг на участке появляется хотя бы один его куст, значит избавиться от него будет очень сложно. Этому способствует фантастическая выживаемость растения. Оно не боится холодов, радиации и способно расти даже в заполярье. Одно растение выдает до 100 тысяч семян, а некоторые могут таиться в земле до 15 лет и только потом прорастать. Здесь, ну, несколько причин. Во-первых, у этого растения нет естественных здесь вредителей, фитофагов, животных, которые бы питались его, пытались как-то контролировать. Поэтому нет естественных причин для того, чтобы его численность как-то снижалась. Второе, это огромная семенная продуктивность. Каждое растение производит до 100 тысяч семян в год. И поэтому огромный запас семян сформировался вот уже в почве и хорошо переносится. Поэтому с воспроизводством у него нет проблем. Также семена имеют крылышки и разносятся ветром на большие расстояния, что способствует захвату все новых территорий. Китовитые фурукумарины подавляют рост других растений и защищают борщевик от насекомых. Многие специалисты считают, что химическая борьба с борщевиком наносит природе больше вреда, чем сам сорняк. Поэтому все известные человеку методы борьбы с ним малоэффективны. Так как растения в основном обитают в поймах рек, это водоохранные зоны, там законодательством запрещено использовать ядохимикаты. Поэтому фактически вот химические методы борьбы с ним неэффективны. Единственный способ, который каким-то образом позволяет снизить, регулировать численность, это регулярное скашивание, то есть механический способ борьбы. Но из-за того, что растения имеют развитые подземные органы, проводить скашивание нужно несколько раз в год с периодичностью 2-3 недели. Это очень трудоемко, дорого. И все равно даже если хотя бы одно растение в популяции уцелеет, даст семена, то этот процесс будет повторяться бесконечно. Сам по себе борщевик не опасен. После прикосновения к нему на коже остается сок, который также безвреден сам по себе. Однако при попадании солнечного света на место соприкосновения происходит химическая реакция, которая из безобидной жидкости превращает его в ядовитый концентрат, который оставляет ожоги на теле. Вдыхаемый запах борщевика также является аллергеном сам по себе, поэтому может вызывать типичный симптом аллергии – дышку и приступ асфиксии при особой чувствительности организма. Борщевик известно, что вызывает ожоги на поверхности кожи. То есть сок борщевика, когда попадает на кожу, он увеличивает чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. То есть сам по себе сок не ядовит, он не опасен. Но если выглянуло солнышко, например, и кожа, незащищенная соком борщевика, то вещества, которые в этом соке содержатся, они называются фурокумарины, они увеличивают чувствительность кожи к солнечному излучению. Обычные солнечные лучи вызывают сильнейшие ожоги, которые очень плохо заживают. Растение борщевика представляет огромную опасность как для сельского хозяйства и огорода, так и для людей, которые имеют неосторожность иметь контакт с его соком. Самое главное при ожоге промыть место проточной водой с мылом, а затем стараться ограничить попадание солнечного света. Это может помочь полностью предотвратить образование ожога и не обращать отдых на природе.